Всем привет! Вся видос будет отзывом на средства и фрошей, которые я тут в недавних обзорах получила и обозревала. Что хочу сказать? Наверное, начну сначала вот в этом счастье. То, на чём меня всё время душила жаба, но очень хотелось, было интересно, что же это за лак для губ, почему именно лак, будет ли он выглядеть как лак для ногтей, который наносите на губы. Ну, в смысле, лак для ногтей на губы я никогда не наносила, но мне почему-то всегда казалось, что вот именно лак для ногтей и название у лака для губ, оно не только просто название, а ещё и одинаковое как-то. Производитель нам, кстати, Франция сделала, производитель нам обещает стойкость аж 12 часов. Туфта полная. Я ещё в сети посмотрела отзывы разных людей, несколько штук на рекоменде, ещё где-то, и думала, может, мне что-то так не повезло, может, я что-то не догоняю. Но он вообще не стойкий. Он, конечно, очень классно наносится. Из плюсов он отлично наносится на губы. Он напоминает в этом плане кремовые помады от NYX. Он не сушит губы, он их питает. Он их увлажняет, можно сказать. Можно наносить его просто на губы, даже на суперсухие, я думаю, губы, без всяких там бальзамов перед этим или гигиеничек. Он крутой, он классный, он, может сказать, даже вкусный. Сейчас на всякий случай ещё раз понюхаю. Почти нейтральный запах. Он у меня пережил несколько, ну штук семь таких вот многоразовых чихов друг за другой, учитывая, что я ещё потом платочком прикрывалась и как-то мордочку лица в порядок приводила. Он у меня пережил питьё матем. Я думаю, там на трубочке видно следы от него. Он напоминает, как я уже сказала, кремовую помаду, в общем, этот лак для губ. Он напоминает кремовую помаду, он напоминает какой-то хороший, крутой бальзам или блеск для губ по нанесению, но он не липкий. Он действительно матовый, не липкий, классный, но он так быстро исчезает с губ. Если вы что-нибудь поели, попили, чихнули, то всё. Вот я больше не красила это, вот то, что у меня осталось. Я, когда его тестила вообще первый раз, ну, нанесла после видео, после обзоров чисто на губы, потом решила, как моя тётя считает, что яркую помаду надо обмакнуть об бумажечку или об салфеточку раз за четыре у меня яркие такие шлипки помадных губ, губные следы оставались на бумажечке, на четвёртый раз уже более блекло, на губах ещё что-то оставалось. Очень много на кисточку набирается. Этим оно мне ещё раз напоминает никсовые помады кремовые. Там изначально первые полгода или первые месяцев, ну, месяцев 7-10 набирается очень много. Счищаешь, оно оставляётся на стенках, и, в принципе, на кисточке, как бы, ну, ни холодно, ни жарко, и всё равно на самой кисточке очень много вот на этой мягонькой штучке остаётся дофига. Очень много из-за того, что на кисточке, вот один раз можно провести, по нижней губе, потом и всё. Только подправить тут сверху. Причём с одного нанесения, и там ещё останется человек 10, можно, наверное, намалевать той же кисточкой без обмакивания. Ну, я брезгливая, я бы не стала 10 человек ещё малевать. Напомню, это у нас тон 103, номер такой, и вот, ну, такое вот коричневатое, такое, наверное, шоколадное, какао. Но оно не стойкое. Если вы ждёте от этого продукта, ещё ни разу не покупали, вот, ищите отзывы, так это, думаете, что он дофига стойкий, действительно, типа, 12 часов будет, то хочу разочаровать вас, оно и часа не проносится. Но если вы, конечно, не будете ни есть, ни пить, ничего такое особо делать, где губы будут соприкасаться с чем-то ещё, помимо самих себя, то, наверное, на 12 часов, возможно, и хватит. Оно очень легко удаляется обычной мицеллярной водой от чистой линии. Вообще, вот, у меня на губы низ попало куда-то, или на руку случайно, вот, капелька. Протёр один раз, и всё, удалилось. В общем, он не стойкий, но он увлажняющий такой, питательный. Может, это не лак для губ, а это, скорее, бальзам для губ, только цветной. Ну, с одной стороны, он мне понравился, с другой стороны, о чём мне особо тут ходить 12 часов с одинаковыми губами. Если вы за стойкость, то лучше что-то другое купите. К тому же, оно стоит не бюджетно для Ифраше. Вообще, вот, мне обошлось за 579. Вообще, у него чистая цена 830. Сейчас, вот, с этими подорожаниями, раньше, может, чуть поддешевле было. Но, вот, раньше, по бланкам, где-то год назад, или полтора года назад, когда он уже вышел тут, я видела его именно за 580, за 600, где-то так вот, якобы по скидке. Ну, в общем, как-то ничего такого не изменилось в этой цене. Ну, красивый флакончик, типа позолоченный. Выглядит, как бы некоторые блогеры, которые за вот это вот покупают бюджетную, точнее, покупают какую-нибудь бюджетную бижутерию, или дорогую бижутерию. Короче, шерпотреб покупают под видом, под вид золота, и говорят, выглядит дорого. Вот оно, наверное, выглядит для них дорого. По мне, это просто вот изящный такой дизайн. И фраше, гранд-руж, эликсир. Помады гранд-руж мне очень нравятся, и эликсир для губ, гранд-руж, он же лак для губ. Не знаю, как на французском, я что-то вот даже не загонялась, только сейчас подумала, как оно в реале-то выглядит. Но на русском оно называется лак для губ. Вот здесь оно пишется как бы эликсир. Видимо, это гранд-руж, большой красный эликсир для губ. Мне приказать еще, вот сейчас снова вспомнила эти названия, иногда бывают, всяких марок косметических. Вот, допустим, и фраше, гранд-руж, большой красный. И много разных цветов. У меня есть палетка гранд-руж из пяти цветов, и она мне очень нравится. Она, конечно, не настолько стойкая, но она примерно, в принципе, по нанесению, как вот этот вот лак для губ. Ну, мне он нравится, а вам, конечно, решать, хотите вы суперстойкая, то не ждите от этого суперстойкости. Бальзамчик, сделанный во Франции, лимитированная коллекция нового года. Красное яблоко, в России это называется наливное яблоко. Что хочу сказать, это классический, бесцветный бальзам для губ от Тифраше. У них бывали такие нелимитки, там, с макадамией, еще чем-нибудь, тот же какой-нибудь кокос, вот из той серии, где, допустим, вишневый стик, он действительно слегка розовый на губах остается, мне просто попадался, а кокосы, он такой вот, такого же типа, или с какой-нибудь макадамией, то, что белого, прозрачного, ну, скажем, что-то прозрачного, такого типа, оно приятно пахнет, оно увлажняет и питает губы, оно на губах не кажется, чем-то таким бывает, такие бальзамы для губ, что вот нанес на улицу, вышел, все нормально, ролик заснял там какой-нибудь, все нормально, ну, потерпишь, а потом вот ощущение вот этого неприятного, вот именно, что ощущаешь на губах какой-то бальзам, который нанес, вот этого нету, такого ощущения на губах, что он есть, можно попить, поесть, оно как бы, мягкость останется, и не надо там раз в полчаса наносить на губы, можно наносить его под помаду, как многие делают, можно использовать его просто как гигиеничку или бальзам, вот увлажнить губы, можно даже вот ходить по дому, чувствуется, что губы у вас как-то сухие или типа того, и намазюкались, и будет вам счастье, обычная гигиеничка, вот как в Советском Союзе, там, ну, не знаю, в 90-х годах, вот это, когда детям покупали тупо в аптеке какую-нибудь гигиеническую помаду, вот обычная гигиеническая помада, только в изготовлении и фраше, стоит она, под скидки, вот она мне обошлась, 105 рублей, так, по-моему, он 129, что ли, стоит этот стик, 4,8 грамма, мне помню, такого стика вообще на два года хватило, частично регулярного пользования, потому что у меня, когда был вишневый, я его использовала вместо помады, то и мне его хватило строго на два года, ну, я хочу сказать, что вот, если оно не русского производства, ну, я думаю, вот эти именно производят во Франции, в России, по-моему, бальзамы для губ еще не научились бодяжить, то, в общем, хороший, я не знаю, насчет чая этого второй части лимитированной коллекции новогодней, может, только чисто аромат там кому-то не понравится, я не стала из-за аромата рисковать, потому что, ну, горьковатый аромат в душе, это нормально, горьковатый аромат на губах как-то не очень, в общем, мне он понравился, я ему тоже ставлю пять с плюсом, как и вот этому, я не ждала там суперустойчивость помады, то, что он устойчивый, я вообще заметила, как бы, когда уже заказ сваяла, и он ко мне уже как бы отправлялся, мне вот то и вот это понравилось, обе вещи, хорошие продукты, ну, если вы ищете просто бальзам до губ, то советую вам его приобретению, пока он еще есть в наличии, хорошая, отличная вещь, можно подарить там кому-нибудь, как вот на 8 марта какой-нибудь девочке, подружке, на 8 марта мальчикам вроде не дарят, ну, думаю, если мальчик не какой-нибудь там не поймет, что, и все-таки уважает то, чтобы его губки не шелушились, а потому что, мне кажется, это не в том плане, это не только эстетическое, визуально, вот как-то нормально, а самому приятнее, когда вот они мягкие, кожа от них не облезает, подарите своему мужику такой бальзам, если он стремается им пользоваться на людях, пользуется при вас там или дома, кстати, отсылка к одной главе, я не помню, какая по счету, но мы, по-моему, ее уже резнули, цветок моей печали, там, уизуру треснула губа, он жалуется хане, причем две головы такие были сначала, от лица ханы и потом от лица изуру, ну, мангаке надо было как-то растянуть, каталась за одно место, и он говорит, вот у меня губа треснула, и она ему потом приносит свою гигиенечку, говорит, вот я тоже пользуюсь такой гигиенечкой, намек на то, что мальчики тоже люди, так что вот, отличный бальзам, маска сделана во Франции, производитель говорит нам, что ее хватит этих 30 миллилитров только на 5 применений, не верьте производителю, вот как я видела обзор на ютубе, ну, там, правда, на другую, кажется, маску было, и там тоже как-то говорили, что больше, чем на 5 применений человеку хватило, у меня на 2 применения ушло вот столько вот, я сегодня и пользовалась, и вот в день, когда распаковала после того, как обозрела, что это у нас такое, увлажняющая маска с агавой 30 миллилитров, в общем, хватает на 5 применений, хватает на больше, на самом деле, и наносить ее два раза в неделю, ну, так бы хватило бы, допустим, на 2,5 недели, я думаю, тут хватит на более дольше, по консистенции, она мне напоминает крема такие, вот в пробниках приходят, гидровыжетали, еще как-то, вот эти все вижетали, такие вот, прозрачненькая такая, бледная, легкая, белая текстура, сейчас я даже покажу вам, ее выдавлю уж, так и быть, конечно, можно наносить большущим, толстым слоем, чтобы все вот это висело, этими ляпами было на лице, и потом через 5 минут, то, что не высохло, удалить, действительно, бумажная салфетка или ватным диском, а можно нанести тонким слоем, я наносила тонким слоем, потому что смыслу больше, чем нужно, все равно кожа не возьмет, и оно через 5 минут действительно впитывается, никаких излишков уже не остается, и кожа после первого применения уже более мягкая, есть результат, у меня кожа после болезни была очень сухая, до сих пор немножко еще что-то осталось, но за, сколько, за 3 или 4, когда я получила, вот эту посылку, во вторник, наверное, сегодня у нас пятница, или в среду я получила, точно не помню, честно, ну, допустим, за 3 дня, за 2 применения с выпуском, один день, я даже думаю, может, ее одно время пользоваться вместо крема, увлажняющего, у меня уже есть эффект, кожа нежная, мягкая, гладкая, у меня нос капает, сейчас, наверное, чихну нет, или я бы высморкала, это нечем, короче, сейчас я все-таки вам покажу ее консистенцию, даже, думаю, можно потом на руки нанести оставшееся, вот такое, вот, оно реально напоминает этот крем, гидровежитарий, что-то такое, вот эти фрашевские крема, такие легкие, они в пробниках всегда идут, вот мне всегда хочется их заказать, то мне забываю, легкие в нанесении, нелипкие, быстро впитываются и увлажняют, в общем, за первое применение у меня практически, ну вот, может, немножко на щеках и чуть-чуть на лбу были вот эти сухие кусочки кожи, со второго применения у меня где-то вот только вот здесь осталось сухой кусочек кожи, и я читала отзывы, что типа, на ночь девушки намазывают себя, она липкая, и ложатся спать, я думаю, что они намазывают на себя так, что оно там сантиметровым слоем на этой коже, зачем перебаршивать, вот на руки даже увлажнить, вот чисто, уже эффект есть, никакой липкости я на руках не чувствую, если бы у них был какой-нибудь крем для рук, вот такого типа, я бы себе заказала, особенно на тот период, когда кожа супер сухая, по некоторым причинам, по большей части полоханулась и меня, увлажняет, и знаете, я вот не жалею, даже вот то, что у меня, конечно, скидка на нее была, но 260 рублей вот за такой тюбик вполне оправданно, потому что, во-первых, сделана во Франции, во-вторых, она очень экономичная, в-третьих, она действительно дает результат уже после первого применения, ну, ее хватит больше, чем на 5 применений, как я уже говорила, удобный тюбик, конечно, сначала, вот первый раз вот эту штуку откручивать мне было, пришлось с подолом, ну, как-то туго очень было, она, конечно, не зафольгированная была, но, я думаю, особой тут проблемы в этом нет, после вскрытия она живет 6 месяцев, я думаю, на 6 месяцев ее, ну, если вы будете регулярно пользоваться, может быть, раньше, чем 6 месяцев она закончится, ну, в общем, она мне очень понравилась, я, конечно, вот читала отзывы и все думала, потом даже думала, куплю, вот, когда-нибудь деньги на ветер, полезная штука, очень полезная штука, возможно, у вас кожу будет слегка пощипывать во время первого применения, но это откидывайте на то, вот я заметила, чисто по своей коже, когда кожа сухая, очень сухая, жутко сухая, и чем-то таким увлажняющим на нее наносите, то сначала действительно оно пощипывает, а потом все ништяк, так что, если вам будут пощипывать кожу, не скидывайте на то, что она якобы дохрена химическая, состав тут, конечно, очень мелко написан, но, по-моему, он тут вполне нормальный, сейчас я вам не произнесу, но экстракты всякие тут есть, просто если интересно, на сайте гляньте, я думаю, там более крупный, более крупный шрифт этого состава, и это не белые буквы на голубом фоне, в общем, тоже 5 с плюсом, оно мне нравится, что хочу сказать про шампунь, конечно, он чудо не дал, волосы я мою каждый день, я в тот же день, вечером думала записать еще какой-нибудь ролик, но поняла, что устала, и если я выпишу ролик, то уже ночь будет без сна, и, соответственно, будет намного хуже, чем если я его не запишу или запишу другой день, хоть он и сделан в России, но, видимо, там действительно был контроль Франции, и стояли, и смотрели, чтобы развивали, не из какой-то боди, а именно делали по рецепту, он очень экономичный, я мыла голову три раза, вот смотрите, сколько использовано, буквально надо две капельки, я сейчас вам, к сожалению, это не смогу показать, но вот вы наливаете, вот самое первый раз, налили и все, я сегодня налила чуть меньше, половинку вот этого, ну, как бы сказать, вот, ну, вот с ноготь я наливаю обычно, вот с этот красный ноготь, и вот половинку ногтя я налила, на влажные волосы нанесла, поняла, что мне чего-то не хватает, нанесла, налила на руку еще половинку этого ногтя, короче, в общем, чтобы хорошо вспенить и помыть вот такую длину волос, вам надо вот такой вот ноготь использовать, размером с ноготь, вот, и, допустим, вот органик тай, его надо разводить в руке, потому, или в какой-нибудь другой емкости, вот эту каплю, капля чуть побольше, в органик тай идет, чем, вот, допустим, вот этот мой ноготь, ну, допустим, полтора моих ногтя, вот этих органик тай, и надо вот, допустим, развести в какой-нибудь емкости с водой, тогда им можно помыть голову, все ништяк будет, вот, если это нанести на волосы, то оно никакой пены не даст, надо будет доливать больше, и, соответственно, он нифига не экономичный, если не знать этого, то вот он действительно не экономичный, в этом случае наносите вот эту каплю ногтя, ну, наносите размер моего красного ногтя, вот этот поменьше немножко, ноготь, в общем, покороче он, вот этот ноготь на волосы влажные, ну, соответственно, намочили голову, нанесли, и взбиваете пену, все ништяк, оно отмывает вас, все хорошо, единственный момент, у меня жирные и тонкие волосы, не знаю, может быть на других по-другому будет, но нету, скрипа нету вообще, но ощущение такое, будто вы волосы настолько вымолись, что они уже сухие, хотя они как бы мокрые, влажные, да, и, в принципе, требуется бальзамополаскиватель, ну, и, как бы, я, правда, один раз, один раз я мыла, вот, в день, когда получила посылку, вот так, один раз я мыла, без бальзама, но наносила, масло для волос, дав от Алены, с Украины, как бы, три капельки уже, расчес на щетку, и вот ништяк, у меня зазвонил телефон, человек, который ко мне долго собирался, наконец-то приедет, я все-таки, пока, плюс в этом, я взяла платочек себе, в общем, я сегодня мыла голову вместе с остатками бальзама для волос, от Эйван Техник, или как там его, Адванс Техник, или что-то в этом роде, и, в принципе, потом маслом, также, расчесала, но, по-моему, оно не особо пышное, когда я мыла, просто, шампунем и маслом, также расчесывала, оно было более пышно, вот так вот, я не использовала масло, только их вдвоем, и вечером мыла, и на утро, они, в принципе, нормальные были, но если, допустим, вы собираетесь на какое-то мероприятие, хотите записать ролик, а люди хотят видеть распущенные волосы, уложенные, или что-то в этом роде, или пообщаться с друзьями, которым удобнее людьми, пышные распущенные волосы, то это не тот вариант, они, конечно, будут с виду чистыми, они действительно чистые, но они потеряют объем и пышность, и если вы, допустим, весь день проходите с хвостом, то будет вид чистых, хороших волос, заделанных хвостик, и поэтому, как бы, ну, не совсем тот вариант, который ждет, что вот оно действительно, я рассчитывала, что этим шампунем буду мыть голову раз в три дня, максимум раз в два дня, ну, получается, что практически раз в сутки, и плюс у этого шампуня, он не спутывает волосы вообще, если вместе с этим пользоваться, или отдельно, он не спутывает волосы, они, в общем, как бы я забыла в какой-то момент, вчера их, вот, одним им помылось, да, расчесать, и надела капюшон на голову после душа, и что-то стала делать, и тайпить, или еще что-то, и потом, блин, у меня же волосы высохли, я же их не расчесывала, и я пошла с щеткой, и, значит, маслом, ну, оно как бы не совсем высохли, но чуть влажные были, но уже такие вот, когда обычно берете волосы, пытаетесь такие расчесать, то они запутанные, в дребадан, тут такого не было, расчесывается очень легко, я удивлена, качество вам, как шампуня, с учетом, что он вообще сделан в России, хоть и под присмотром Франции, 12 месяцев после вскрытия, 300 миллилитров, я думаю, его на многих, надолго хватит, очень экономичный, приятно пахнет, на волосах как бы не остается, и остается, но так нейтрально, что незаметно, я даже думала, что попробовать эксперимент, ради чисто, как гель для душа, хорошая, такая густая консистенция, с виду кажется, что вроде как ничего такого густого нету, но не слишком густая, да, вот оно быстро так идет, этот пузырик воздуха, но на самом деле, он действительно густой, экономичный, и больше, чем нужно, при всем желании, ну, конечно, если постараться, то вылиться и больше, но больше, чем нужно, не выливается, он мне понравился, ну, может быть, конечно, 300 с чем-то, вот по скидке, ну, 300 рублей, или сколько он там, 320, 330, за такой флакон, это сверхдорого, но с другой стороны, он экономичный, его на дольше хватит, и если он у меня закончится, то я предподозреваю, что, возможно, я его закажу еще, в общем, ну, и состав тут тоже вполне себе вменяемый, в общем, он мне понравился, если вы так же, как я, сомневаетесь, покупать или нет, то, что, возможно, он сделан в России, то не сомневайтесь, очень отличный шампунь, можно использовать, как с бальзамом, родным лучше, можно использовать, как без бальзама, я еще думаю, просто потом делать, снова возобновить свои, окачивания травяные, даже вот, когда это закончится, тюбик, что по-любому придется, окачивать волосы, наверное, ну, не то, чтобы уж слишком придется, но, если вас напрягает, или неприятный, или так, непривычный этот момент такой, что волосы настолько чистые, что кажется, что они сухие, при том, что у вас жирные, тонкие, и при том, что вы смыли этот шампунь, нету скрипа при этом, то лучше, конечно, какой-нибудь бальзам использовать, бальзам хороший, можно все-таки, его, наверное, поменьше выливать, первый раз я вылила, единственный раз, так, приличную часть такую, ну, с треть кулака на волосы, такой, конкретно бальзам, не жидкий, не густой, хороший бальзам для волос, вот именно, что бальзам для волос, бывает, что бальзам для тела, вот у фраше есть бальзам для тела, он выглядит, как очень густой крем, а тут именно бальзам для волос, он напоминает, как молочко для тела, допустим, по консистенции, именно такой легкий бальзам для волос, нанесли минуту подержали, как написано у нас тут, и смыли смывается легко, хорошо ничего такого на волосах не остается никакого-то мерзкого или непонятного ощущения, никакой там химической бренки и прочей трябухи и так же действует, как вот это вот думаю, можно использовать и в паре можно использовать один шампунь вряд ли вот это можно использовать само по себе, я бы не рискнула минус, конечно, что тут только 150 мл но я уже жаловалась и удивлялась на эту тему, что обычно шампунь с бальзамом в паре идет, что бальзам всегда меньше в два раза или, ну, намного меньше чем шампунь по объему в общем, мне очень понравилось все, что я заказала, нету такого какого-то дизлайка и даже то, что один из пяти вот этих всех продуктов сделан в России, тоже погоды минимальной, негативной или какой-то не делает, я вообще записала себе шпаргалку, я сейчас пробегусь глазами и, может быть, что-то забыла и я вам это зачитаю вообще хотела зачитать сразу в общем, ну, расчесывает не спутывает, промывает полностью без скрипа знаете, иногда я свои каракули вообще не понимаю, что я тут писала по ощущениям, словно чуть-чуть, вот это я тоже уже читала точнее, говорила так ну, ту-ту-ту-ту-ту-ту вот это я тоже говорила в общем, по-моему, я тут в этот раз все сказала, что хотела а это вообще что ну, да, вот это в общем, сочетается этот шампунь и с маслами увлажняющими другой какой-нибудь фирмы этот питательный и без масел тоже хорошо идет ну, вот с бальзамами я думаю все же лучше с родным не рисковать никаких Эдуан Техник с Эйвен или еще какой-нибудь Требухи ну, и маска тоже так, так, так у меня вот сегодня пришел бланк правда на e-mail я свою тетю когда-то регила на этот e-mail потому что у нее тогда не было e-mail а надо было она что-то какой-то заказ хотела там сумки какие-то в подарок шли давно еще в 2011 году и там пришел сначала ей идет как бы бланк каменной потом уже мне идет вот сначала ей только пришел и там вот как раз этот крем ваш любимый крем какой-то по скидке вот как раз вот по консистенции такой не знаю мне придет или нет я все раньше рисковала как-то это то жаба душила то как-то сомнения какие-то были заказывать вы просто крем для лица но я думаю что если я вспомню на какой именно пробник вот это мне напоминает то я наверное закажусь и мне по бланку бланк придет на день рождения или просто сейчас по-моему бланк 8 марта этот пришел то разорюсь и закажу себе такой крем потому что он даже если 50 миллилитров он очень экономичный вот там по себе по консистенции по нанесению ну да я тут все короче сказала все что хотела я вам сказала несмотря на то что записала шпаргалку боясь что что-нибудь дозабуду в общем всем спасибо за просмотр всем отличных покупок и нужных продуктов чтобы продукты соответствовали тому что вы как бы ожидаете от них и всем пока 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 Продолжение следует...